Последний месяц лета в этом году выдался жарким. Из-за знойной погоды днем улицы нашего города пустеют, зато вечером, когда становится прохладнее, они наполняются жизнью. Длинные летние вечера горожане предпочитают проводить, прогуливаясь по вечернему Славянску. Об излюбленных местах отдыха славянцев смотрите в следующем материале выпуска. Наш город считается одним из самых благоустроенных и комфортных для проживания городов края. В Славянске-на-Кубани 15 современных благоустроенных скверов и парков. Ежегодно появляются новые зеленые уголки, красивые места для прогулок. Как элементы благоустройства устанавливаются интересные малые формы. Этим летом центр города пополнился еще одним новым парком с символичным названием «Аллея любви», который объединил зеленую зону, места для отдыха и прогулок, изящные кованые арт-объекты с резными узорами. «Аллея любви» стала местом, символизирующим ценности и принципы счастливых и крепких семейных отношений, основанных на любви, верности, воспитании детей и взаимном уважении. Поэтому этот парк так полюбился славянским молодоженам. «Отлично, все приятно, глаз радуется, не стыдно друзей из других городов позвать». «Да, я еще помню этот парк, я здесь живу с рождения. И да, сначала было довольно необширно, но с каждым годом облагораживался, парк расширялся. Также часто приводим младшую сестру на качели, очень уютно и комфортно». В «Аллее любви» установлена и современная детская площадка. Яркая, многоуровневая, с соблюдением всех требований, удобства и безопасности. Новый сквер стал еще одним любимым местом отдыха славянцев, куда можно прийти всей семьей, пообщаться, поиграть с детьми на площадке. «Построили везде все, порядочек, чистота везде, вот, все новое, много детских площадок, очень горки новые, прекрасно, очень хорошо». «Мне нравится, потому что тут все есть, все под рукой. Нравится мне вот именно эта площадка, потому что тут можно побегать, полазить, правда маленькая еще. Ну, в принципе, нормально, можно пофотографироваться на каретах, на тронах, все хорошо». Славянск-на-Кубани можно по праву назвать городом цветов и фонтанов. Яркие цветущие клумбы и лужайки радуют глаз, а в прохладе фонтанов можно укрыться от летнего зноя. В уютном уголке, где расположен фонтан по улице Красной, гуляют мамы с колясками, отдыхают пенсионеры, вечером встречаются влюбленные пары. «Очень город изменился в последнее время. Можно есть где погулять, и с детьми, и в парк сходить, и здесь, и фонтаны мне очень нравятся». «Очень хороший город, да, действительно, все преображается с каждым годом, все становится лучше, для детей делают, очень нравится город». Любимым местом отдыха славянцев уже много лет является район Северного парка. Итальянская кондитерская, современная игровая площадка и завораживающий поющий фонтан. В этом уютном уголке города всегда многолюдно. «Есть где провести свой досуг вместе с семьей, вместе с детьми. Замечательно, как бы, можно провести время, да, выйти в парк. Детвора очень рады, это площадки, скверы. Мы очень рады. Мы как бы живем в этом районе, поэтому, конечно, нам удобно. И в Северный парк, и сюда к блинчику подошли. Здорово. Есть где и детям погулять, и нам подышать». Провести время на свежем воздухе с детьми можно и в самом парке. Чтобы малыши не скучали, он оборудован качелями, горками, песочницей, аттракционами. Северный парк нравится всем – и детям, и взрослым, и молодежи. И здесь действительно хорошо. Можно послушать современную музыку, потанцевать, покататься на катамаранах, полюбоваться фонтаном или просто пройтись вдоль озера. «Любуюсь, природа, везде озеро, этот парк. Что это было? Заброшенное место было. А сейчас что? Все живое. Все живое. Красота». «Преобразилось, конечно, хорошо. Да, здесь хочется, а уж осталось. А вообще приятно». Какой бы вид отдыха вы не выбрали, главное, чтобы он принес удовольствие и надолго остался в памяти. А уж куда пойти, выбрать несложно. Ведь в нашем городе столько красивых и необычных мест, которые мы порой не замечаем за каждодневной суетой. А летние вечера – это то время, когда можно забыть о всех своих делах и заботах и провести свободное время со своей семьей или друзьями в живописных уголках Славенска-на-Кубани. Надежда Калинина, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».